Несколько месяцев назад на площадях завода приборов и ферритов открылось новое предприятие по пошиву качественной детской обуви из натуральных материалов. Обособленное подразделение ООО «Роботекс.Обувь» предоставило кузнечанам более 80 рабочих мест. Сегодня предприятие выпускает около 10 тысяч пар детской обуви. В планах начать выпуск военной спецобуви, а также выйти на кузнецкий рынок с новой детской коллекцией осенне-весеннего сезона. Глава города Валентина Майорова, депутаты и члены общественности подробно познакомились со всеми этапами изготовления обуви. Отметили хорошее качество выпускаемой продукции и отлаженный производственный процесс. Кроме этого, Валентина Александровна поинтересовалась у работников предприятия об условиях труда и заработной плате. Кроме производственных предприятий, представители законодательной власти побывали в торговых предприятиях города. В юго-западном микрорайоне в этом году был открыт новый торговый центр «Лига». Сегодня в его стенах арендуют площади как крупные сетевые организации, так и частные предприниматели, предлагая кузнечанам самую разнообразную продукцию. На арендуемых площадях разместились продовольственные хозяйственные магазины. В торговом центре «Лига» каждый может подобрать себе обувь, одежду, аксессуары, что создает определенные удобства для покупателей. С детьми здесь можно посетить развлекательные комплексы. Более того, торговый центр «Лига» предоставил кузнечанам дополнительные рабочие места. Следующей организацией, которую посетили с рабочим визитом представители местной власти, стала компания «Органика Кузнецк», которая работает на рынке более 9 лет. Основным направлением деятельности является производство и продажа поролона. Область его применения обширна. Он используется для изготовления мягкой мебели и матрасов. Кроме этого, изготавливаются материалы для машиностроительной легкой промышленности. Сегодня на предприятии трудится более 80 специалистов. Средняя заработная плата составляет от 17 до 20 тысяч рублей. Социальный пакет есть, да? Да. Спасибо. Муниципальное предприятие «Ритуал» не так давно находилось в стадии банкротства, и его планировали закрыть. Сегодня здесь трудится 17 человек. Значительно расширился ассортимент ритуальных аксессуаров, а также спектр услуг, предоставляемых этим предприятиям. Отремонтирован и благоустроенный ритуальный зал. Задолженности по налогам и заработной плате в организации нет. Кроме этого, стоимость услуг муниципального предприятия «Ритуал» значительно ниже, чем в частных агентствах, которым теперь предприятие создает достойную конкуренцию. Предприятие, которое сегодня посетили представители местной власти, стабильно развивается, предоставляет дополнительные рабочие места и приносит определенную часть дохода в казну города.